С паспортом, с данным документом, со справкой, со своими, получается, и спецпропуском внутренним, вы можете спокойно перемещаться в рабочих целях. Пандемия коронавируса породила массу вопросов не только о самой болезни, но и о изменившемся вокруг мире. Ответить на них призваны сотрудники горячей линии по коронавирусной инфекции. Специальный колл-центр был создан на базе здания администрации города. Мы буквально в течение одного дня приняли решение, что такой колл-центр необходим в городе Уфе, потому что огромное количество запросов наших граждан поступали и на систему инцидент, и на сайт администрации, и на нашу официальную почту. И с этого дня наши специалисты разных областей, с разных управлений администрации были собраны и разместились уже в нашем штабе, где колл-центр был развернут. Свою круглосуточную работу колл-центр начал уже почти 20 дней назад. Одновременно на вопросы граждан отвечают 4 сотрудника. Все остальные, по словам куратора, находятся на обучении и уже скоро приступят к работе. Как утверждает один из сотрудников, за последние сутки в центр поступило 556 звонков. Путем нехитрых вычислений можно понять, что на одного человека здесь приходится свыше 100 звонков в день. Конечно, граждане обеспокоены, некоторые не понимают, что нужно делать, каким образом поступать. Самый такой популярный вопрос о перемещении по городу, по региону. И вот мы стараемся объяснять гражданам все согласно тому законодательству, который в данный момент у нас есть. Среднее время ответа зависит, конечно, от того вопроса, который задают граждане. Порядка 3-4-5 минут вполне достаточно, чтобы объяснить все эти нормы, что им следует, каким образом им следует действовать в данный режим самоизоляции. В соцсетях можно наткнуться на негативные отзывы жителей Уфы о работе колл-центра. Чаще всего люди жалуются на то, что линия постоянно занята. Сам я смог дозвониться до центра лишь с четвертого раза. Такая популярность линии может быть связана с тем, что звонки от обеспокоенных жителей поступают не только из Уфы, но и со всей республики. 30% звонков поступает из районов республики, потому что мы тоже отслеживаем нехватка информации у людей. И первые телефоны, которые они находят в интернете, видимо, выходят в наш колл-центр. Получить последнюю информацию о коронавирусе можно по номеру телефона, который вы видите на своем экране. Главное – запастись терпением и свободным временем, которого в условиях самоизоляции у каждого из нас предостаточно. Егор Полторыхин, Анастасия Никишина, Градской телеканал ЮТВ. Анастасия Никишина, Градской телеканал ЮТВ. . . . Продолжение следует...